Ангела Меркель защитила подход Германии к российско-украинским отношениям в период ее 16-летнего пребывания во главе федерального правительства. Во вторник в своем первом развернутом комментарии после ухода с поста канцлера полгода тому назад, она первым делом осудила вторжение России в Украину. Это жестокое нападение, игнорирующее международное право, и ему нет оправдания. То, что произошло, на мой взгляд, не просто неприемлемо, но является большой ошибкой со стороны России. Далее, экс-канцлер ФРГ гастул из широко критикуемого сейчас мирного соглашения 2015 года по Восточной Украине. По ее мнению, это дало Киеву драгоценное время, и она не видит причин приносить извинения за свои дипломатические усилия. Меркель, имевшая дело с президентом России Владимиром Путиным на протяжении всего своего канцлерства, отвергла предположение о том, что тогдашняя заморозка конфликта в конечном итоге способствовала вторжению. Если дипломатия не увенчалась успехом, это еще не значит, что она была неправильной. Я не вижу смысла говорить сейчас, что она была неправильной, и я не буду извиняться. Оглядываясь назад, я рада, что не могу обвинить себя в том, что не пыталась предотвратить подобное развитие событий. Напротив, я, к счастью, приложила большие усилия вместе со сменявшими друг друга французскими президентами, и это дает мне некоторое удовлетворение. Меркель признала, что санкции против России за аннексию Крыма могли бы быть более жесткими, но добавила, что в то время большинство не было настроено на это. Она напомнила, однако, что Россия тогда была исключена из большой восьмерки, и что в НАТО была поставлена цель тратить 2% ВВП всех стран-членов на оборону. Спасибо.